мальчики и девочки всем привет я нахожусь на презентации компании asus посвященной новинкам новым ноутбуком rock уже 13 лет на рынке эта компания игровых ноутбуков презентация происходит в стамбуле сегодня мы попытаемся с вами разобраться в новом модельном ряде потому что показали огромное количество новинок и в голове уместить такое количество информации честно скажу очень тяжело и не только мне в общем что показали показали обновленную новинку ноутбуков zephyrus да вот линейка zephyrus все вы ее знаете теперь она обзавелась литерами то есть будет zephyrus s zephyrus m zephyrus g с самая дорогая версия ноутбука с видеокартой 2070 поддерживающий rtx системой охлаждения которую вы так уже знаете когда открываешь ноутбук он приподнимается там получается воздухозаборник со специальной подсветкой клавиш которая синхронизируется с отдельными играми как компания как говорит работать с разными разработчиками чтобы синхронизировать подсветку для игрового процесса zephyrus g это подешевле версия ноутбука но оба ноутбука сделаны из магниевого сплава для чего компания asus решила делать магниевый сплав объяснили очень просто если взять два одинаковых ноутбука одинаковых форм-фактору размером один будет алюминиевый второй будет из магниевого сплава то разница в весе составить 400 граммов но это очень приличная разница поэтому решили использовать магний также будет zephyrus g но он будет не магниевым будет алюминиевый потому что это как бы самое бюджетно если можно как выразиться линейка ноутбуков показали новые стриксы здесь неймингом немножко сложнее могли бы тоже сделать литеры да как бы разделить их они бывают 15-дюймовые бывает 17-дюймовые 15-дюймовых нам под находится прямо в трекпаде у 17-дюймовых он отдельно потому что отдельный блок клавиш есть и здесь что еще нужно тоже отметить максимальная версия у вас трикса hero 3 она будет идти получается с конфигурации 2070 куча памяти core i9 процессор и в принципе ну как бы это очень мощный будет сколько будет стоить никто не знает вообще потому что цены не озвучили мне сказали что самый дорогой zephyrus будет стоить под двух тысяч 100 евро то есть по двух тысяч 100 евро сколько там дальше и про все точно еще не предположит и не скажет потом уже когда поступят финальные образцы в продаже потому что то что мы шутку здесь это сэмплы уже потом мы пощупаем узнаем что еще интересно в новинках этих игровых ноутбуков абсолютно новые экраны которые в максимальной конфигурации поддерживают развертку 240 герц это это просто безумно 240 герц если вы хардкорный геймер вы понимаете насколько важен на отклик экрана развертка все параметры 240 герц это очень много кстати здесь стоит также новый motherboard на core i9 2080 видеокарта если честно я этот форм-фактор не очень понимаю зачем было пытаться как-то переделать настольный компьютер с отдельной клавиатурой но это такое мое субъективное впечатление меня больше здесь на презентации заинтересовали именно ноутбук и так давайте укрепим в памяти у нас есть zephyrus g младшая модель zephyrus м мидл скажем так средняя версия zephyrus с максимальная версия strix и три штуки strix g это минимальная версия с процессором там порой 7 либо порой 5 на выборы видеокартой 1660 также у нас будет scar 3 и hero 3 ну то есть это все запомните конфигурации цифру очень тяжело забыл сказать самое главное дизайн последних strix of разрабатывали совместно с компанией бмв то есть черпали вдохновение из автомобильной отрасли вот эти вот все воздухозаборники линии звук и также в новых strix of есть очень прикольная фишка это новый ключ специальный ключ который вставляется в ноутбук он позволяет вам запускать дополнительные скажем так сценарий использования ноутбука во-первых при помощи ключа вы можете выделить себе какое-то хранилище на компьютере которая будет доступна только тогда когда вставлен ключ внутрь если вы вытаскиваете диск пропадает грубо говоря либо же объем который вы выделили также на этот ключ вы можете назначать какие-то определенные конфигурации допустим если ноутбуком пользуетесь не вы только в семье и еще дополнительный набор опции для ключа еще определяется компания пытается понять как это еще можно использовать вот якобы ключ такой шифровальщик до вставили пользуйтесь своей конфигурации вытащили другой человек не сможет добраться до ваших программ до ваших файлов я бы это связано с безопасностью мне просто интересно каким образом это было реализовано что это за ключ какая там кодировка что это вообще такое по какому протоколу это работает можно ли его как-то взломать паха на этот вопрос ответа никакого нет но сама концепция ну довольно забавно и интересно также хочу добавить что вот если со стороны смотреть на эти ноутбуки даже сейчас я вам их показываю на видео вы навряд ли сможете их вообще отличить потому что по дизайну они приблизительно все одинаковые даже когда стоишь перед ними и щупаешь такое ощущение что-то один и тот же ноутбук но если присматриваться к дизайнерским решениям поверхности тактильным ощущениям они немножко отличаются плюс еще под конец презентации мне удалось узнать что же будет за зверь такой зефирус g которого здесь к сожалению не то есть показали что это типа младшая модель а какая конфигурация неизвестно было оказывается ноутбук который будет работать на процессоре от амд походу на седьмом но там будет стать видеокарточка 1660 вот это очень интересно мне бы хотелось бы попробовать именно ноутбук на амдашном процессоре сымпола мы всегда с вами имели дело что будет на им дышки как это все будет оптимизировано довольно примечательно в общем друзья мы будем ждать все эти новинки ну не все новинки какие-то хотя бы новинки у нас студии когда они появятся в продаже будем делать отдельные обзоры интересные ноутбуки почему потому что теперь вы знаете смотришь на ноутбуке подруг и понимаю что они попытались совместить дизайн как бы и игровой и деловой то есть ноутбука может пользоваться человек который не любит поиграть и который любит поработать к тому же допустим стриксах есть очень прикольная функция которая позволяет вам настраивать скажем так энергопотребление и охлаждение ноутбука есть там пассивный режим сбалансированный самый мощный режим и в зависимости от задачи сами себе это все настраиваете допустим в пассивном режиме ноутбук способен проработать 6 часов в режиме браузинга для игрового ноутбука это очень-очень клёво но при этом скажешь даже в таком пассивном режиме охлаждения его производительности достаточно для того чтобы играть какие-то там более-менее не самые навороченные идут очень тоже можете играть когда запускаете какие-нибудь серьезные игры включаете сбалансированный режим если же есть какой-нибудь задача там играть и стримить запускаете максимально также еще хочу обратить ваше внимание на то что у этих ноутбуков айпиес экран айпиес экраны с частотой 240 герц такого еще как бы никто не делал вообще и айпиес к это очень как бы ну так это клёво это реально клёво и песка в ноутбуках нас как бы на презентацию убеждали о том что это еще не просто экрана экран который там сертифицирован то есть специалисты которые занимаются калибровка экрана подтверждают что он прям показывает все правильно честно и помимо игр вы можете на нем еще и заниматься серьезной работой с графикой созданием других игр так что это решение еще не только для игроков но и для профессионалов в общем друзья на этом все что мог что запомнил рассказал дальше будем детально смотреть на устройство делать обзоры конечно же на канале будут выходить обзоры новинок от компании asus rock и так далее у нас такие вот если не смотрели а может быть я не знаю даже выше он или нет мы готовим обзор для вас очень большого ультра широкого монитора интересная вещь скоро появится там как бы 49 дюймов 32 на 9 необычное устройство геймерские штуки становятся все больше интересно интересно потому что киберспорт развивается он растет это уже как отдельная профессия люди за ним следят люди пытаются следовать этому играть в игры для этого нужно очень мощное железо и ноутбуки к счастью с этим тоже справляются я как бы живой пример такого человека который и работает и играет на игровом и в принципе ничего вы себя не ограничивая друзья с вами была молочков канал ало всем до скорых встреч